От старожитных часов до сучасности. В Октябрьском пройшла Международная науково-практичная конференция. Форум присвятили гистории региона. Свои работы представили науковцы из Беларуси, Украины, Литвы и Чехии. С подробностями наши корреспонденты. Доктор гисторичных наук профессор Валентин Голубе он родился и вырос в Октябрьском районе. Науковец признается, что конференция, присвеченная гисторией родного Родобельского краю, была его мара. И вот она сдействовала, а доследовать ее что? Причем самые разные эпохи, от старожитности до сучасности. Первые упоминания о письмовых крайницах про везку Родобелка, якая потом стала часткой территории городского поселка Октябрьский, относятся до начала 16-го года. Это был богатый край. Полевания, сельское господарство, ромесничество, винокурение приносили высокие доходы мясцовым жихарам. Насыщенная была гистория краю и в 20-м ста годзе с 1918 по 1920 подчас немецкой и польской оккупации на территории Родобельской республики заховывалась советская улада. Ведание гистории своей малородимой позволяет упевненно глядеть в будущую. Я хотел бы, чтобы дети в школах мели махчимость с заставниками поглядеть, побачить свою коронимость, свои везки. Потому что жизнь начинается не тогда, когда человек народился и пошел в школу, но жизнь этого региона, населенного пункта, оно было до нас. И мы должны гонориться и тем, что было, и работать на перспективу для своих детей, для своей семьи, для своей державы. Международная науково-практичная конференция «Октябрьский край. История и сучасность» уходит в календарь мероприемства у Совета министра Беларуси в год малородимы. Свои доследования по истории Родобельского края на форум дослали науковцы с Беларуси, Украины, Литвы и Чехии. Усяго больше за 50 работ. Радует сопрацовнику Института истории Национальной академии наук Беларуси то, что активную делу конференции приняли и мясцовые доследчики, и краезнавцы. Наш науковый форум дозволяет мясовым краезнавцам, людям, которые выучают мясовую историю, рассказать про свои добытки, проконсультоваться с науковцами, высветлить, где могут быть недокладности, и разом узгоднить, в каком направлении рухаться. Это очень важно и истотно, потому что и краезнавство, и историческая наука, и они должны существовать в тесном контакте. Потому что краезнавцы – люди, которые зацикавлены в своей мясовой истории, но они не должны губляться, если ходят в некую не науковую сферу, потому что такая ризика так же существует. И вот такие науковые форумы позволяют собирать годинники и у ученых, и мясовых краезнавцев, и, безумовно, это взаимодействие очень важно и очень корыстно. Местовые улады разом с выховавчим и науковым бачат и экономичный эффект от конференции. Узбогащение истории краю может послужить драйвером для развития туризма. Разом с фестивалем Берегиня науковый форум здольный стать визитной карткой района. Это действительно не просто интересная идея проводить международную конференцию, так же, как и Берегиню. Ну, скажем так, чередуя эти события, одно, другая этнография будет поддерживать историю, история будет поддерживать этнографию. Это все, так или иначе, будет способствовать развитию исторического и военно-патриотического туризма. В результате экономическая составляющая нашего Родобельского края, Октябрьского края, выйдет на новый уровень. По выниках международной науково-практичной конференции «Октябрьский край. Гистория и сучасность» будет выдаден и сборник. У перспективе он может стать основой для большего грунтовного видания по гисторию Родобельского края. Максим Савин, Евгения Кухаронак, Валеры Гапанько. Для радиокампания «Гомель» из Октябрьского района.